С 29 июня самозанятый сможет регистрировать свой собственный бренд. Недавно исправлено положение гражданского кодекса, которое давало право закреплять за собой торговую марку только юридическим лицам и ИП. На сегодня в России свою деятельность ведут почти 7,5 миллионов самозанятых. Это большой экономический сегмент, для которого важно создать комфортные, полноценные условия для ведения бизнеса. Регистрация товарного знака – одно из таких условий. Теперь самозанятые наравне с предпринимателями смогут регистрировать свои права на названия, логотипы, доменные имена, упаковку товара. Это важно для позиционирования бренда, создания за ним репутации, конкурентоспособности бизнеса. Самозанятым будет легче запускать рекламу, сайты, социальные сети, выходить на маркетплейсы. Кроме этого, они смогут в случае возникновения спорных ситуаций обратиться в суд. Товарный знак служит для индивидуализации товаров. Статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации уточняет, товарным знаком могут быть объемные обозначения, изображения, слоганы, названия, другие словесные обозначения или комбинации перечисленного. Товарные знаки охраняются в качестве прав интеллектуальной собственности. Нововведение обсудим со специалистом. У нас в студии Иван Загорский, директор по развитию Дальневосточной торгово-промышленной палаты. Иван Олегович, доброе утро. Доброе утро. Вот давайте разбираться, с чего же начинать, если мы являемся самозанятыми и хотим каким-то образом зарегистрировать свой товарный знак и получить свой личный бренд. Давайте. Для начала надо придумать этот товарный знак. Думать, понять, для чего он вам нужен, как-то выделиться, может быть, привлечь клиентов, может быть, стимулировать их к покупкам именно у вас. То есть определиться, как он будет выглядеть, что он будет обозначать и до чего он вам нужен. А по факту в каком случае он необходим? Только лишь если ты производишь что-то своими руками, если ты занимаешься, допустим, у тебя хендмейт, а если ты какие-то услуги предоставляешь здесь тоже, он может понадобиться? В любом случае. Можно же своим брендом выделиться среди конкурентов и оказывать услуги каким-то уникальным образом, и покупатели будут знать, что вот этот бренд соответствует уровню вот этих услуг. То есть, например, можно регистрировать бренд Екатерина Шитикова, как певица, вот слово, выпускать песни под этим брендом, как самозанятый. Возможно, в такой степени? Да, или как Иван Засухин, например, веселый человек. Ну, веселый человек. Просто шутки. Веселый человек. Так, ну давайте, вот мы определились, что это нужно всем. Пакет документов какой необходим, чтобы получить эту услугу? На самом деле просто заявка, в которой данные будут соответствовать выписке из ЕГР. Могут ли отказать в регистрации какого-то бренда? Что там должно быть? Да, есть перечень ограничений, которые не позволяют присвоить. Это некий такой патент на какой-то знак. И вы не можете обладать правами на общепринятые какие-то вещи. Например, на букву А. Или, например, на слово СИСТЕМА. Или на слово ЗАКУПА. Ну, это что-то из разряда, что это может быть какой-то плагиат, то есть что-то уже придуманное. Что-то уже есть, или это общепринято, или есть какие-то этические нормы, которые нарушаются этим ЗНАКом. Но ведь, по сути, очень же важно, когда ты только продумываешь, из чего будет состоять твой товарный знак, какое название он будет иметь, проверить, существует ли такое же, потому что можно так красиво все придумать, и тебя остановят вот здесь же на входе. Как это сделать? Большое время причем. А как проверить? Можно проверить самому. То есть, если у вас графическое изображение сейчас позволяет программные средства проверить на соответствие, где-то есть такой элемент, можно обратиться в патентное какие-то бюро или в специализированной организации. Но если вы будете делать это сами, никакой гарантии, что потом где-то не найдут часть соответствия. Например, у вас часть логотипа может быть уже разработанным, придуманным. Просто да, бывает, что логотип разрабатывается очень долго. Вот его сделали, и потом может выясниться, что оказывается что-то подобное уже есть. Не совсем то слово, не разрабатываться, а проверяться на соответствие. То есть разрабатываете его вы, а потом отдаете на проверку соответствия. В рамках регистрации товарного знака сначала идет экспертиза, а потом уже проверка на соответствие. Я предлагаю нашим зрителям, которые, например, являются самозанятыми, объяснить, в чем плюсы зарегистрированного товарного знака. Плюсы. В первую очередь, это некая индивидуализация. Вы об этом уже сказали. То есть люди, когда будут знать, видеть ваш логотип, ваш товарный знак, будут знать, с чем они сталкиваются и с кем. Во-вторых, вас, вы не сможете, точнее, ваши конкуренты не смогут продавать услуги другого качества, например, там, контрафакт, под вашим брендом. Вы можете это дело запретить. Третье. Вы можете свой товарный знак давать пользоваться им. Ну, такая некая франшиза. И под этой франшизой будут торговать услугами на том уровне, который вы разработали. И никто не может использовать такой же товарный знак. А если это происходит, то, собственно говоря, человек, который, там, плагиат тут устроил, он будет платить за это. А кому платить? Очень много дел, связанных с использованием шрифтов, разработанных, уникальных шрифтов, разработанных кем-то. И когда у них есть специальные люди, которые ищут такие организации, подают на них в суд, суды выигрывают, получают компенсацию. И очень немаленько. То есть автор товарного знака получает... Поэтому по шрифтам, да, очень важно проверять. Вообще регистрация сколько времени может занимать? От года. От года? Да. Раньше случаев очень мало. Так, давайте еще раз напомним, куда мы подаем документы. Еще раз напоминаем, что есть определенное количество экспертных организаций, специализированных организаций, в том числе торгово-промышленная палата, которая у нас в городе в том числе находится. Вот. И в любую из них можете подавать заявку, либо вы можете это сделать сами. Сейчас уже есть какая-то статистика в Хабаровском крае, сколько самозанятых воспользовалось этим нововведением? Пока нет. Но мы напомним, что с 29 июня самозанятые могут зарегистрировать свой собственный бренд, и это возможность проявить свою индивидуальность, показать себя на рынке и стать более узнаваемым. Спасибо большое за информацию. Я напоминаю, что в гостях был Иван Загорский, директор по развитию Дальневосточной торгово-промышленной палаты. Дальневосточной торгово-промышленной палаты.